Первый раз в моей жизни такой опыт, на самом деле невероятные эмоции, которые переполняли, особенно когда мы проходили инструктаж технику безопасности, потом когда примеряли снаряжение, потом сам спуск в шахту, небольшая экскурсия по шахте, то есть нам показали, как работает различная техника, как работают люди, а на такой глубине какие перепады они испытывают, и я понял, что это очень тяжелый адский труд, и люди работают под землей больше 10 часов, и это, конечно, очень сложно, они тратят свое здоровье, и спасибо им большое, низкий поклон, что они трудятся на благо всех нас, всей страны, добывают полезные ископаемые. Для меня это неоценимый опыт. Я тоже представлял себе шахты, что там нужно будет идти гусиным шагом, грубо говоря, но нет, там достаточно комфортно, потому что там работает большая техника, большие самосвалы, специальные машины, которые бурят руду, добывают, и это производит впечатление, что под землей работают более 150 единиц техники и более 700 человек одновременно, и по факту мы никого не видели, то есть я даже не могу представить себе масштабы этой шахты, где все эти люди находились, видимо, настолько большой лабиринтом, но это очень круто. До этого ни разу не было, очень интересно, огромные заводы делают люди очень полезные вещи для страны, и, если честно, очень интересно посмотреть, как происходит вот розлив Хайнштейна, как я понял, как мне объяснили. Конечно, впечатляют, огромные здания, фабрики, которые построены, заводы, которые построены очень давно, которые реконструируются. Нам рассказали историю, как все начиналось, показали нам музей, и, надеюсь, будет еще много чего интересного сегодня, и жду с нетерпением, потом пойдем дальше. Субтитры создавал Дельфин, Кракошка, Белвы, Норлез Никел, Во-первых, я хотел бы поблагодарить Норлис Никел и всей организации. Это была хорошая опыт для всех нас, для командирования, для игроков, для командирования, для командирования, для всех, для командирования. Было очень интересно увидеть, как почти 1,200 метров на земле работники делают этот замечательный работ. Организация, все работает сейчас на уровне, особенно когда мы пошли к контролю, где два парня контролируют все, как все происходит. Вообще, это была хорошая опыт, и я надеюсь, что игроки любят эту опыт.